Друзья, мы сегодня находимся в районе Эрдемли, в одном из таких салонов, небольших салонов, называется Зафер, как раз с нами хозяин. Как раз по имени Зафер. Хотим спросить у него сегодня, какие цены на автомобили, поддержаны автомобили разных марок, то есть как выросли цены на сегодняшний день. Зафер Бей, Захер Бей говорит, что на сегодняшний день цены только растут. Несмотря на то, что автомобиль поддержанный, здесь в Турции цены растут, в отличие от других стран. Если мы, допустим, использовали автомобиль год или более, у нас цена упала, то здесь наоборот, цены на автомобили никогда не падают, только растут. Урена Гиби, в основном, в Думане, в Volkswagen не хотели у Али-Ардда? Нет. Потому что для тех, кто-то продлится? Из-за каких километров, из 20 километров, модели, на 70 километров. Допустим, Volkswagen Jetta 2015 года, автомобиль, цена у него 780 тысяч лир на сегодняшний день. Volkswagen Passat товар. Анфиат Лара. Венберт и зелле. Это 2017 года, уже миллион четыреста, практически как стоимость квартиры на сегодняшний день. Поло. Поло. Кольцлаген Поло. Поло. Чем-то мало смотрят. Мы сняли, да? Единственное. Это 2006 года, 700 тысяч. 700 тысяч лир. Так вам для понимания, мы брали свой автомобиль буквально полгода назад за 300 тысяч лир. То есть, практически чуть ли не в два раза ценники поднялись. Цены не падают на автомобиле. Здесь, поэтому, здесь даже, можно сказать, выгодно покупать автомобиль. Здесь масса таких небольших автосалонов. Не только крупные, но и есть такие небольшие вдоль, а как правило, они расположены вдоль дорог, вдоль трассы. Поло. 2010 года. deste Vuittels. Новый трасс. Результатом эксперимент, что в нашей стране очень важна. Прямо у нас сделаем Продолжение следует... что здесь чем ниже понятно пробег тем намного дороже то есть разница большая с пробегом или допустим без проблем с большим пробегом с маленьким пробегом например даже говорит автомобиль буквально там полгода назад стоил за 500 тысяч продавал такую же модель то сегодня это уже 800 900 и около миллиона практически такие цены здесь в Турции также популярны автомобили вот такого вида такого плана то есть кто занимается малым и средним бизнесом особенно кто занимается ремонтами или сельским хозяйством то есть они очень популярны и пользуются большим спросом вот такие именно автомобили они в принципе не такие большие но очень вместительные допустим этот автомобиль стоит 400 тысяч лир 2011 года в принципе как бы цена-качество учитывая погодные условия это отличный автомобиль для малого бизнеса то есть зафер бей говорит что оформление занимает буквально 15 минут это максимум который может занять в том числе в том числе здесь как бы вопрос именно может заключаться пока вы выбираете пока смотрите именно я спросила сам процесс оформления то есть он буквально занимает 15-20 минут именно только у нотариуса в Турции очень популярны на самом деле не только автомобили так как здесь очень жарко очень пользуются большим спросом мотоциклы скутеры вот как раз в этом салоне можно наблюдать не только автомобили здесь есть и мотоциклы и скутеры на разный бюджет на разный кошелек вот смотрите это практически стоимость автомобиля Харли Дэвидсон 550 тысяч лир красавчик он на самом деле не продается нам по секрету сказал хозяин это его мотоцикл но если мы захотим он нам продаст ну допустим вот такой тоже спортивный пользуется спросом у молодежи очень мы сейчас находимся как раз в офисе в кабинете нашего директора Затербея при покупке автомобиля здесь очень большой плюс присутствует что вам нет необходимости ездить по ГИБДД какие справки собирать единственное для иностранца вам необходимо будет проехать к нотариусу оформить договор купли-продажи нотариально заверить и все сидите ждете у себя здесь же в офисе продавца вам подвезут уже номера прикрутят сделают экспертизу помоют машину и счастливые довольные можете уже праздновать покупку автомобиля то есть на сегодняшний день даже автомобильный рынок испытывает некий дефицит автомобилей потому что многие даже сейчас не стараются продавать покупать новые автомобили на самом деле это очень дорого это стоимость практически квартиры и кто как ездит они меняют очень редко но с учетом того что здесь очень прекрасные погодные условия хорошие дороги автомобили всегда в прекрасном состоянии здесь такого нет чтобы были межсезонье какие-то лед там снег здесь автомобиль не портится абсолютно это большой плюс а